Есть ли у Майя Санду шансы победить на следующие президентские выборы? Сразу скажу, есть. Есть, ибо предатели русского народа в Москве не могут не предавать и русских из так называемого ближнего зарубежья. Молдова в их числе. Именно поэтому они, эти долгоиграющие Маслова, Чернова, Иванова и прочие беседы, упорно и, очевидно, с далеко идущей целью продолжают подсовывать Путину явно негодных кандидатов. Проходимцы вроде нашего, в кавычках, Дадона. Который, кстати, и не ваш, и не наш. А так. Доллар его реальный хозяин. Ну, судите сами. Иметь целый президентский срок, поддержку такого государства, как Россия, поддержку лично президента Путина и не делать ничего ни для Молдовы, ни для России, это надо уметь. Я имею в виду умение убеждать Владимира Путина, что Дадон – это опора и надежда России в Молдове. А, между тем, этот многогранный предатель не удосужился даже элементарный референдум по языку организовать, чтобы навсегда успокоить страну по этой искусственно навязанной нам проблематике. И положить, наконец, и положить конец возрастающим у нас антирусских настроениям. Он даже в мыслях не имел поставить вопроса в выносе на всенародные обсуждения проблемы оздоровления русско-молдавских отношений. Не говоря уже о необходимости разработки и заключения нового базового военно-политического и экономического договора с Россией, что могло бы обеспечить мир и согласие в регионе на десятилетия вперед. В ответ его возненавидовала вся страна. И, как закономерный результат, Россия получила ненавидящего ее молдавского фюрера в юбке. Именно Дадон сделал санду президента, ибо вышедшие на выборы были готовы голосовать за кого угодно, только не за Дадона. И еще на начальном этапе Дадонского президента, одной из бывших доверенных лиц президента Владимира Путина, охарактеризовал Дадона как наиболее тупого президента из всех бывших советских республик. Напомню вам тем, кто забыл, что именно Дадон с помощью голосов двух ассистирующих ему соратниц сделали президентом господина Тимофтий, также отличающегося редким уважением к России и его главному руководителю. Владимир Владимирович, вы кого там в советнике держите? Сегодня его Дадона коллеги по распилу вновь носятся с выдвижением этого национального позора молдаван. или других его синонимов, так сказать. Один лучше другого, что естественно продлит правление Санду. К тому же результату приведет и поддержка других подобных вариантов, которые по этническим основным причинам никогда не станут у нас общенациональными лидерами. О президентских выборах в данном случае мы говорим, парламентские немножко другое. Таким образом и поле тоже, и грабли те же. Россия, к сожалению, в очередной раз сделает все возможное, чтобы удалить от себя Молдову и ее православный народ. Алло, Москва! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова